В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева и в начале выпуска коротко об основных событиях. Молковская библиотека в числе победителей конкурса лучшие сельские учреждения культуры Подмосковья. Мы очень любим, когда у нас проходит много мероприятий, когда к нам приходят читатели, когда они берут книги, когда они их возвращают. Сотрудники госавтоинспекции провели очередное профилактическое мероприятие. Так как это все-таки новый микрорайон у нас, немножечко здесь приучить наших пешеходов к порядку и безопасному поведению. В детской школе искусств поселка Развилка прошел отчетный концерт хорового отделения. Как готовились юные артисты? Пока я стараюсь подбирать такие произведения, которые больше их заинтересуют. В Министерстве культуры и туризма Московской области подвели итоги конкурса на получение денежного поощрения в 100 тысяч рублей лучших сельских учреждений культуры. В числе победителей оказалась и Молковская библиотека. За какие заслуги она удостоилась высокой награды и на что потратит премию, расскажет Татьяна Брылова. Чуть менее полутора лет прошло с того момента, как Молоковская библиотека получила новую прописку, а вместе с ней и новые возможности. В просторном помещении теперь хватает места и для книг, и для занятий в самых различных направлениях. Есть театральная лаборатория, английский язык, что еще, психолог, занятия с психологом, занятия по активному долголетию, есть также очень много, да, скракбукинг есть, еще есть еще очень много бесплатных направлений, то есть там настольные игры, просмотр фильмов. Поэтому каждый местный житель, ребенок и взрослый при желании может найти занятие по душе. И завсегдатаев у библиотеки много. Это, к слову, те критерии, которые и повлияли на определение победителей в номинации «Лучшая сельская библиотека Подмосковья». А еще и наличие самых разных проектов, побед в конкурсах, публикации и участие в общественной жизни округа. И вот Молоковская библиотека оказалась в лидерах и смогла получить денежную премию 100 тысяч рублей, которая, несомненно, будет потрачена с пользой. А идей у сотрудников немало. У нас сейчас, например, запущен проект «Новый про главное». Это проект по патриотическому духовно-нравственному воспитанию детей. Его главная фишка, что дети получают паспорт в начале проекта. Проект делится с февраля по май. Они посещают мероприятия, там раз в неделю или два раза в неделю получают штампик в этот паспорт. И в мае на большом фестивале они, получается, обменивают паспорт на классные призы. Фишечки, как говорит Елизавета Коробкина, они придумают вдвоем с коллегой, тоже Елизаветой. Опыт в библиотечном деле у нее пока небольшой, но страсть к книгам определила выбор. На работу каждый день, как на праздник. Сейчас в библиотеке совершенно не тихо, и это нас очень радует. Мы очень любим, когда у нас проходит много мероприятий, когда к нам приходят читатели, когда они берут книги, когда они их возвращают. И когда мы рады всем помочь, кто к нам приходит. Поэтому просто очень любим посетителей наших. Макнулир, сделали пару мазков, на птичку мы не заходим. Мы попали на занятие клуба изобразительного творчества настроения. Шестилетняя Маша Бедак внимательно слушала мастера, старательно рисовала, и на вопрос, почему ей нравятся уроки Зо, ответила просто. Потому что красивые рисунки, потому что мне нравится рисовать. Потому что тут все всегда интересно. Скажи, а рисунки ты потом домой приносишь, ты как-то их куда-то, может, вешаешь? Да. Что ты с ними делаешь? И желание вернуться вновь. И таких, как Маша, сотни. Тех, кого манит этот волшебный мир чтения, творчества и воображения. Татьяна Брылова, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Завода МОЗ металлоконструкции давно нет. Но, несмотря на это, его бывшие сотрудники решили вспомнить молодость, собрались вместе и создали ветеранскую организацию. Энергичные пенсионеры больше не сидят сложа руки, а работают на благо общества. За очередным занятием их застала наша съемочная группа. Подробнее в репортаже Юлии Пагасьян. Ветеранской организации завода МОЗ металлоконструкции около полугода. Сейчас в ее рядах более 350 бывших сотрудников предприятия. В основном женщины. Причем те, кому дома не сидится, а хочется внести свой вклад в общественную жизнь Ленинского округа. Людям необходимо было общение между собой. Недавно друг друга не видели. Ну, где-то встречаются в поликлиниках, в магазинах. А тут как раз получилось, очень все сложилось, как звезды расположились, наверное. Они привыкли работать. Для них это важно. Даешь задание, они его должны выполнить. И они его выполняют с достоинством. Причем азарт появляется у людей. У истоков создания организации стоит Совет ветеранов Ленинского городского округа. В последнее время его представители помогают бывшим рабочим коллективам сплотиться, чтобы дать возможность пенсионерам применить себя в общественно полезных делах. Изначально мы сделали МОЗ КОКС. Вот, где я очень сильно благодарен директору завода, который конкретно откликнулся на это дело. Затем мы восстановили МОЗ металлоконструкции. Что из этого получилось, вы видите. Это люди, дееспособные, действующие, которые могут это дело все делать. Сейчас все силы ветеранов МОЗ МЕКО направлены на плетение маскировочных сетей, которые отправляют в зону проведения специальной военной операции. К делу мастерицы подходят с большой ответственностью. Узнали, что помогают фронту в нашем городе. И тоже решил приехать помочь, чем могу. Сетки плетем, режем. В общем, чтобы ребятам это помогло. Надеемся на самый лучший и быстрый, скорый успех нашей армии, наших ребяток. Раньше общественно полезным делом пенсионерки занимались в Центре социального обслуживания «Домодедовский». Работу затрудняла нехватка места. С недавних пор сети они плетут в кинотеатре «Искра». Хочется сказать огромное спасибо этим девушкам-волонтерам, всем неравнодушным, кто ежедневно приходит, плетет маскировочные сети, изготавливает носилки. А мы, в свою очередь, чем можем, тем и поможем. А в этой части холла волонтеры уже мастерят носилки, схема изготовления которых разработана опытными хирургами. Направление для ветеранов МОЗ МЕКО новое, но они быстро учатся. У меня муж был на войне, в армии был, как говорится, сын у меня был. И внук у меня растет, который сейчас студент, но я думаю, тоже пойдет защищать родину. Поэтому в Денте стараемся помогать нашим воинам, которые защищают нашу именно родину. Мы с ними вместе. Помимо этого, пенсионерки участвуют в сборе гуманитарной помощи для бойцов СВО и в будущем планируют расширять свою волонтерскую деятельность. Юлия Погасен, Кирилл Абанов, Екатерина Довлятова. Видно этого. Сотрудники госавтоинспекции провели очередное профилактическое мероприятие. Акция «Засветись» прошла у пешеходного перехода, расположенного рядом с Видновской школой номер 2. Помогали полицейским юные инспекторы дорожного движения. Нерегулируемым пешеходным переходом, соединяющим улицы Лемешка и микрорайон «Зеленые аллеи» ежедневно пользуются более сотни видновчан. Среди них учащийся Видновской школы номер 2. Именно на этом участке инспекторы ГИБДД провели очередную профилактическую акцию. Мы решили, и так как это все-таки новый микрорайон у нас, немножечко здесь приучить наших пешеходов к порядку и безопасному поведению. Но не только пешеходов, а и водителей. И еще раз напомнить, что здесь находится учебное заведение, что здесь большое количество детей появляется на проезжей части, и рядом с проезжей частью, чтобы они были внимательны. Помогали сотрудникам ГИБДД юные инспекторы дорожного движения второй школы. Они раздавали листовки и световозвращающие элементы пешеходам, а также напоминали правила безопасного поведения при пересечении проезжей части. Ходите всегда на зеленый свет и смотрите по сторонам, потому что через дорогу ходить очень опасно. Мы проходим, смотрим сперва на левую часть, идем до середины дороги, затем смотрим на правую часть и проходим на зеленый свет, светофора. Сверстники должны в первую очередь знать правила, переходить там дорогу, еще какие-то места. Основные правила должны знать. Дарья Левыкина живет в деревне Тарычево. Ее маршрут от дома к школе проходит через несколько довольно опасных участков. Поэтому, преодолевая их, девочка старается быть особенно внимательной. Я добираюсь до школы через две дороги, где ездит машина. Добираюсь я иногда очень трудно, потому что очень много машин. Такие профилактические рейды госавтоинспекторы проводят регулярно, особенно около образовательных учреждений. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Администрация Ленинского городского округа приглашает всех жителей, достигших 18-летнего возраста и зарегистрированных в муниципалитете, а также имеющих прикрепление к медицинским учреждениям Видновской районной клинической больницы, пройти диспансеризацию. Для прохождения профилактического осмотра необходимо иметь медицинский полис и паспорт иногородним жителям прикрепление к медицинской организации округа. Единый день диспансеризации пройдет в субботу, 18 марта, с 8 до 14 часов на базе Видновской взрослой поликлиники. В детской школе искусств поселка Развилка прошел отчетный концерт хорового отделения. Талантливые исполнители представили зрителям свои лучшие концертные номера. Подробнее о том, как шла подготовка и каких успехов добились юные артисты на областном уровне в репортаже нашего корреспондента Галины Житковой. Около ста талантливых мальчишек и девчонок занимаются пением в детской школе искусств поселка Развилка. Три разновозрастных вокальных ансамбля день за днем демонстрируют успехи в технике исполнения и добиваются признания опытных профессионалов. Пока я стараюсь подбирать такие произведения, которые больше их заинтересуют. Это могут быть и песни из фильмов, из мультфильмов, естественно, мы поймем и патриотическую тематику, военную. Буквально перед отчетным концертом хористов «Аллея славы детской школы искусств» пополнилась новыми наградами. С областных фестивалей ребята привезли призовые места. Особая гордость – золото ансамбля «Мелодия» в конкурсе «Весенние саловушки». 7-8 лет назад были первые попытки создать какой-то ансамбль, потому что эта нагрузка дополнительная, она не входит в учебный план, и это очень непросто и преподавателю, и учащимся. Но вот так постепенно, маленькими-маленькими шажками мы шли к этой победе. Диана Соколенко занимается пением с 2020-го, когда переехала на Развилку. Говорит, что выступать в ансамбле очень ответственно и приятно. «Очень комфортно, потому что мы все очень близко с друг другом общаемся не первый год. Конечно, очень жаль тех девочек, которые уже выросли и выпустились, очень их не хватает. Но приятно видеть, как младшее поколение подрастает и встает вместе с нами. И до этого мы слушали, как поют малыши, а вот они уже поют рядышком с нами». Екатерина Емельянова занимается уже 7 лет. Как любой творческий человек, старается разносторонне развиваться, предпочитает не только фортепиано, но и вокал. «Когда ты сольно поешь, совершенно другие эмоции. То есть волнение, интересно сама, слова не забыть. А если ты поешь в коллективе, в ансамбле, в хоре, еще в ансамбле два человека, то намного интереснее уже другие совершенно. Ты вдвоем поешь, какие-то движения показываешь, слова другие. Ну, намного по-разному все это звучит». Перед началом отчетного концерта ребята очень волнуются. Вместе с преподавателями устраивают генеральные прогоны. Здесь уже важна и поддержка концертмейстера. «Работа у нас чрезвычайно разнообразная, интересная, потому что девчонок много. И хоть это и коллектив, но каждая из них – это личность и, конечно, требует к себе особого какого-то внимания». Преподаватели и воспитанники хорового отделения считают, что отчетный концерт – это не только подведение итогов работы за учебный год, но и репетиция к окружному конкурсу, что состоится 26 марта в ДШИ города Видное. Галина Житкова, Виктория Филатова, Александр Логинов, Максим Константинов. Видное ТВ. Это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова